Здравствуйте! Это программа Перекресток. На этой неделе проведу ее я, Джаз Гулигин Бердиева. И сегодня с гостями мы будем говорить об отмене итогов выборов городские кенеши. 19 мая ЦИК признала недействительными результаты выборов в Бишкекский городской кенеш. До этого такое же решение было принято по выборам в Орске и Токмакске городские кенеши. Основные причины – многочисленные нарушения во время предвыборной кампании и подкуп избирателей. Пока президент еще не назначил в указанных трех городах повторные выборы. А мы будем разбираться, почему на самом деле отменили результаты. Власти действительно нацелены на проведение честных выборов или решение это политическое. Прежде чем начать дискуссию, я познакомлю вас с гостями и экспертами сегодняшней программы. Это политолог Медед Сюлигенов. Лидер партии «Энтемак» Марлен Маматалиев, напомню, эта партия прошла в Бишкекский городской кенеш, а также в гостях у Азатыка Клара Сорункулова, представитель партии «Реформа», которая участвовала в гонке в Бишкекский гор кенеш, но не преодолела избирательный порог. Уважаемые гости, спасибо, что нашли время и пришли в нашу студию. И первый вопрос я адресую вам, Клара. Вы ожидали, что ЦИК осмелится отменить итоги выборов в двух основных городах страны – Бишкек и Оши? Ну, честно сказать, это решение для нас, конечно, было неожиданным. Что касается Бишкека, здесь надо отдать дань уважения председателю Бишкекской территориальной избирательной комиссии, а вообще всей комиссии, потому что она нашла в себе волю, несмотря… Я уверена, что были и соблазны, возможно, были попытки подкупа, но они открыто об этом не скажут, возможно, было давление. Но, несмотря на это, они сумели это все преодолеть и признать выборы недействительными, и ЦИК подтвердила это, поддержала их решение. Что касается Бишкекской территориальной комиссии, ой, Ошской территориальной комиссии, то они признали выборы состоявшимися. Но ЦИК, вот здесь тоже проявление, я думаю, политической воли и извлечения уроков из парламентских выборов, из октябрьских событий. Я расцениваю это так. И ЦИК здесь сыграл очень большую положительную роль. То есть все, что произошло на этих местных выборах, я считаю это в новейшей истории Кыргызстана беспрецедентным случаем, и случаем, который достоин поддержки и уважения. То есть здесь произошла определенная реабилитация ЦИК, в первую очередь ее председателя Шайлда Пековой, потому что молчание и полное бездействие на парламентских выборах сегодня было компенсировано вот такой вот решительной, активной политикой ЦИК. Марлен, ваша партия была одной из шести партий, преодолевших избирательный порог в Бишкекске городской кинеж. Ваша партия также прошла и в Орске городской кинеж. У вас, как представителя партии-победительницы, потратившая определенные ресурсы и деньги для этой победы, какие впечатления сейчас после последних новостей? Мы были готовы к тому, что мы должны отменить, потому что я открыто об этом озвучил. Я сказал, что в Аше произошли очень сильный административный ресурс, что мы уходим в оппозицию. Я прямо здесь же и говорил у вас на сцене, на трибуне. Позже по городу Бишкек я тоже выразил свое беспокойство о том, что здесь участились и были случаи, когда были подкупы, а также некоторые партии использовали административный ресурс. Об этом я тоже, в принципе, открыто и честно говорил. То, что произошло, я считаю, что это все-таки есть заслуга все равно президента, потому что вчера даже председатель ЦИК, она об этом открыто сказала. Если в октябре не было политической воли, то сегодня эта политическая воля есть. И учитывая эту политическую волю, в принципе, она призывала других членов, чтобы мы все-таки отменили выборы по городу Бишкек. Для меня, конечно, было немножко и сейчас не очень комфортно, потому что вроде бы мы прошли, вроде бы, как вы отметили, были потрачены очень много человеческих ресурсов, времени, да и денег, можно сказать. И теперь мы готовы, конечно, обратно идти, но с учетом того, что теперь другие партии не будут уже использовать административный ресурс, другие партии уже побоятся, по крайней мере, делать подкуп, я считаю, что следующие выборы, они будут прозрачны и открыты. Вы уверены, что не будет административного ресурса? По крайней мере, такого, как было, не будет, потому что это для многих стало уроком, я считаю. И те уголовные дела, которые были открыты, я считаю, что их надо добить, надо показательно еще показать и правоохранительным органам посадить несколько людей, довести до итогов этих выборов. И тогда, я считаю, что, по крайней мере, такого ужаса, что происходило, конечно, что в октябре, что чуть позже, конечно, такого, конечно, уже не повторится. Мы потихоньку видим, что все равно меняется. Мы видим, что в любом случае мы идем к такому вот хорошему шагу. Очень надеюсь, что следующие выборы все же пройдут еще лучше и еще прозрачнее. А сейчас я предлагаю посмотреть небольшой блиц-опрос. Я спросила у жителей Бишкека, знают ли они, что отменили итоги выборов в городской парламент и почему, по их мнению, это случилось? Кстати, многие горожане не знают об отмене результатов. Давайте вместе посмотрим. Вы знаете, что отменили итоги выборов в городской парламент? Нет, я не знаю, извините. Про итоги вообще ничего не знаю. Вы голосовали? Нет, я не голосовала. Почему? Ну, знаете, наверное, мне... Я не интересуюсь такими вещами. На выборы лежали только одни эти, как его, олигархи. Мы, наверное, правильно сделали. Вы слышали о том, что отменили итоги выборов в Бишкекский городской киниш? Нет. Вы голосовали? Да. Я сам, как волонтер, участвовал в том, чтобы следить за порядком проведения выборов. На моих глазах были нарушения, два случая, прям я помню. И отменили основательно. Видел, как подсказывали, за кого голосовать. Видел, как... Ну, два раза было слышать. Вы знаете, что отменили итоги выборов в Бишкекский городской киниш? Нет, не знаю. Пенсионерам зачем сейчас политика? Надоело выборы уже каждый раз. Думаю, заново выборы в том же порядке, в том же темпе и в том же характере, наверное, будут. Выборы должны быть честными. Мы слышали, что было очень много подкупов голосов. 60 тысяч, да, это 40%. Ну, не знаю. Может быть, и правильно сделаем, что отменили. А какие минусы вы в этом видите? Опять трата денег. Опять трата. У нас и так бюджет дырявый. И еще сколько миллионов надо тратить. Это были наши горожане. Медет, тот же вопрос, который я задавала им, адресую и вам, но уже как аналитику. Почему все-таки отменили итоги выборов в три городских парламента? И верите ли вы, что это действительно связано только с подкупом голосов и другими нарушениями? Или все-таки есть тут какое-то политическое решение? Ну, в любом случае, даже в таком ракурсе это политическое решение было. Какая-то воля политическая у людей, которые в территориальных или центральной избирательной комиссии голосовали, она проявилась. И где-то, вот Склара соглашусь, уже это уроки октябрьских событий, когда к ЦИКу было много нареканий, что вы не просто технический орган, который подсчитывает бюллетни, вы и политический орган, который должен принимать какое-то волевое решение. Наверное, это тоже сказалось в уроке октябрьских событий. Ну и в целом, кажется мне, выборы, конечно, они важны и значимы, но это, условно говоря, такие бои местного масштаба. Соответственно, может быть, с политической точки зрения здесь не так много чего можно было терять. И, как правило, понятно, что ЦИК тесной связки часто раньше до сих пор работает с администрацией президента, и иногда сигналы, которые оттуда идут, тоже имеют значение. Но в этот раз, наверное, каких-то таких прямых, может быть, сигналов не было, в силу до того, что, может быть, пока ясно, четкой политики, наверное, может, не выстроилась, как обустраивать вот эту структуризацию политической элиты вокруг новой власти. И поэтому в этом отношении, может быть, местные выборы, которые прошли, они не имели такого большого значения. Что будет с парламентскими, конечно, это уже другая история будет. Да, вот после отмены итогов выборов возникает следующий логический вопрос, что будет дальше. И, Клара, намерена ли ваша партия участвовать в следующих выборах, и верите ли вы, что они пройдут иначе? Однозначно мы будем участвовать, потому что партия новая, и это все учение для партии, это все учение. И я вообще членов партии нацеливаю на такое далекое будущее. То есть мы только зашли в этот процесс. И разочаровываться после, там, они... Есть, конечно, такое настроение, там еще одно поражение, и все, мы будем деморализованы, я говорю, ни в коем случае. Потому что мы только вступили на этот путь, и у вас впереди еще долго-долго должна быть борьба. Потому что, ну, самый старший член партии я, наверное, потому что молодежь. И при этом самая основная задача участия в выборах заключается в том, чтобы как можно больше людей нового поколения вовлекать в политические процессы, в выборные процессы. Верю ли я, что выборы пройдут иначе? Нет. Я не верю. Я не верю. Почему? Во-первых, законодательство, я до этого не сталкивалась с законом о выборах депутатов местных кенешей, и я была просто удивлена тем, что закон подстроили под порочную выборную практику. Вместо того, чтобы законом это все пресекать, они взяли закон, приспособили под него. Вот элементарный пример, да, постановление Центральной избирательной комиссии на признание выборов недействительными. И они там пишут, что кандидаты не могут участвовать. Но при чем здесь кандидаты, если в пропорциональной системе основным субъектом, основным участником выборов является партия? Партия должна нести ответственность. При этом эта ответственность, как во многих странах, должна быть очень жесткая. Во-первых, вы не допускаете их повторным выборам. Во-вторых, ЦИК должен ставить вопрос перед Министерством юстиции или судом о ликвидации такой партии. Такой партии не должно быть в политическом пространстве. Ну, не в обиду Марлену Маматалиеву, но я ему все время об этом буду напоминать. Но вот это участие на парламентских выборах в составе партии Миккейн и Кыргызстан, при этом не слышала публично никакого покаяния, никакого извинения. Я думаю, для молодого политика это было очень важно. Принести какое-то покаяние, сказать, да, я чувствую свою ответственность. И вот если бы тогда ЦИК принял правильное решение в отношении этих партий, в отношении лидеров этих партий, жесткое решение, если бы принял, я думаю, многие бы потом не осмелились бы на местных выборах. Вот они все рассувались там, люди прям фамилии приводили. И Биримдик, и Миккейн и Кыргызстан, они все в разных партиях и опять идут на выборы. Почему я еще не верю в следующий фактор, что выборы будут такими, вот как бы мы хотели их видеть. Потому что избиратель у нас, он не верит, он не верит. Он не верит в то, что его голос может что-то изменить. Они в ожидании подкупа. Большинство избирателей, они ждут, когда же придут, когда же предложат деньги. Вот если, например, искоренить подкупы, все участники выборного процесса скажут, мы не будем никого подкупать, я думаю, явка будет 10%. Вот эти 30%, из них 20%, это однозначно люди, которые пришли, потому что их мотивировали. Если вот этой денежной мотивации не будет, явка будет очень низкая. Это самая большая проблема. Буквально через два дня, когда октябрьские события произошли, я официально извинился перед народом, у себя в социальных сетях это разместил. Более того, в тот день, когда это происходило, я отправил в свою команду. Есть фото, видео, факты, когда мои ребята там ходили, получали огнестрельное оружие, то есть травматическое. То есть есть очень много таких факторов, когда я не мог стоять и просто смотреть, что происходит. Да, я тогда, когда входил в эту партию, я не знал и не мог анализировать, что произойдет. То есть настолько эта партия пойдет вперед и какие методы будут использованы. Учитывая вот это все, и ушел, и создал свою партию. Поэтому я ушел с ребятами, с молодежью и сказал, ребята, все, отныне мы не будем уже где-то там у кого-то сидеть или с кем-то идти, мы идем сами, и мы пойдем сами. И нам это удалось, мы практически участвовали во многих городах, в 11 городах. Мы выиграли, и я в этом горжусь своими ребятами. Марлен, вот выше вы сказали, что нужны карательные меры в плане того, чтобы наглядно наказать тех, кто подкупал голоса или применял админресурс на этих выборах. Но ведь этого не произошло после октябрьских событий, когда были более масштабные волнения, вследствие чего отменили итоги выборов. Верите, что сейчас будут действительно применены какие-то меры? Я считаю, что должны были тогда это сделать. Я даже думал, что все-таки таких партий больше не допустят. И вообще, как Каладжи сказала, их вообще ликвидируют такие партии. Но то, что произошло, то произошло. А теперь я не могу осуждать. То, что касается карательных мер, я считаю, что они должны быть. Ибо, если этого не будет, то она может повториться. Сейчас будут они? Как вы думаете? Я считаю, что они будут, потому что уголовные дела не закрыты. Они до сих пор ведутся следствия. В определенных моментах идут допросы. И я за этим слежу. И я буду добиваться того, чтобы все-таки кто-то как-то ответил за это. Либо, если этого не произойдет, нет вероятности того, что в предыдущих, последующих выборах это повторится. Человек должен понимать, что он никогда, находясь в должности домкома или МТО, он никогда не должен помогать какой-то партии. Человек должен понимать, даже он просто гражданин, он не должен получать деньги и за это идти голосовать. Вот эти вещи, если мы будем пересекать, тогда, я думаю, будущее будет нормально. Медед, вопрос вам, как аналитику и политологу. Скажите, как сделать так, чтобы действительно люди поняли, что нельзя продавать свой голос, нельзя идти под давлением административного ресурса? И вообще, что делать, чтобы власти применяли какие-то адекватные меры по отношению к тем, кто нарушает избирательный процесс? Мне кажется, да, здесь мяч на стороне власти должен быть. Потому что от избирателей сейчас сложно чего-то ожидать. Если им что-то предлагают, соответственно, они соглашаются. Это как спрос-предложение. Не будет предложения, не будет спроса на эти деньги. Не будет денег, никто не будет продавать свой голос. Поэтому здесь нужно менять практику не с избирателями, а с партиями, с кандидатами. Каким образом? Ну, один из них, это неотвратимость наказания. Показательные кейсы нужны. Понятно, что закон не всегда превентивную функцию свою выполняет. То есть, даже если кого-то наказать, всегда будет поползновение. Вдруг со мной это проскочит. То есть, в любом случае, показательные кейсы говорят, что шансы есть, что с тобой то же самое может произойти на следующий год. Надо кого-то уголовно наказывать? Это или должно быть административное преследование? Как? Ну, есть разные же. Вплоть до уголовного. Есть репутационные издержки, есть финансовые санкции. Но есть много разных способов, которые позволяют каким-то образом сигналу подать, что желательно, если не полностью избавиться, то сокращать до минимума такого рода практику. Это первое. И второе, конечно, все зависит от конфигурации власти, потому что мы далеко не демократическая страна, и всегда будет желание манипулировать выборами. Они есть и останутся. И в этом отношении надежда только на то, что если власть сама будет меняться, но она тоже не изменится. Если разные люди, гражданское общество, активные оппозиции, политические партии будут давить на власть, с тем, чтобы она вела себя адекватно и не использовала свои провластные партии, не использовала своих кандидатов, и не использовала тот же самый административный ресурс, который идет от самой власти, тогда что-то будет меняться. Медита, а вот почему, как вы думаете, такая большая конкуренция на мандаты депутатов городских парламентов? Например, только вот на последних выборах в Бишке, Киоши и других городах на одно депутатское место претендовали от 30 до 40 кандидатов. Ну, потому что для многих эта цена участия не очень большая. Понятно, были активные игроки, которые много ресурсов временных, человеческих, финансовых тратили. Для многих это просто способ, в принципе, поучаствовать и попробовать себя. Там следующее поколение политиков растет, там сыновья, уходящих со сцены политиков идут, там, или дети. И где-то это может быть еще связано с тем, что, особенно касаясь таких городов, как Бишке, Коши, это все-таки для многих способ может пробиться каким-то ресурсом. И это очень такой лакомый кусок, если попасть в городской кемеш, а потом еще какие-то соответствующие комиссии по распределению земли и так далее, и так далее. Поэтому здесь мотивы разные и очень привлекательные. Я дополню, да? Здесь все очень правильно было отмечено. Во-первых, многие партии, которые участвовали в этих выборах, буквально многие, у них была цель пойти и достичь мэрства, понимая, что, если, допустим, могут создать коалицию, назначат своего мэра, соответственно, в коалиции будут определенные должности вплоть до акимов и вице-мэров. И есть корыстные цели тоже были, достичь вот этих вот должностей. Даже сидя просто депутатом, учитывая там, что есть определенные комиссии, которые смотрят распределение земель в городе Бишкек, там есть влияние на архитектуру. Были ребята, которые в многих партиях, в принципе, они были, которые есть бизнесы в строительной сфере, и они туда шли. Но есть, конечно, такие, допустим, как мы, например, мы хотим попасть в Жоркенеш. Но для нас, чтобы попасть в Жоркенеш, уже надо было делать определенные шаги. Какие-то, вот как врастить уже ребят, чтобы они сначала побыли в Горкенеши, потом могли участвовать уже в Жоркенеши. Марлен, но тем не менее, вот на первых строчках в списке вашей партии «Энтмак» были такие кандидаты, как Наргиза Джулдошева. Это действующий депутат БГК и дочь депутата ЖК Камчебека Джулдошбаева. Еще один родственник этой семьи – это Алайбек Сариев, дочь депутата ЖК Закира Шарапова – Джебек Шарапова, а также ряд других действующих депутатов БГК. Ну, это вот не совсем похоже на то, что у вас действительно цели вывести на арену новую политическую элиту, молодых ребят, как вы говорите. Ну, в нашем списке 90, не 90, 80, 79, 80% – это была молодежь. Да, мы ставили еще таких людей, которые или участвовали, или были, потому что сама тактика, стратегия моя была такова, что пройти. В этот раз надо было пройти, и без них я не смог бы получить определенные голоса. Но я ставил для себя, и для ребят мы говорили, что определенные-то люди должны быть в любом случае, даже если они сыновья или дочеря каких-то людей, то эти люди в своей работе никак не были связаны с коррупционными схемами. Да, были люди, которые действующие депутаты, как я уже говорил, но при этом я отбирал. Очень много ребят и действующих депутатов тоже приходили, но я отсекал людей, которые как-то или иначе были связаны с какими-то громкими делами. Таких я убирал. Мне пришлось процентов 20 брать людей с опытом, из действующих депутатов или вообще из бывших депутатов, которые мне были нужны для победы. Это я признаю открыто. Но 80% я взял молодых. Ну, здесь, конечно, немножко лукавство, здесь несколько опыт, я думаю, сыграл большую роль при формировании списка НТМАК, а тут уже сразу видно, кто донор. Кто донор, кто финансирует. Ну, давайте говорить откровенно, правильно? Что большинство партий, которые прошли, там обязательно за ними стоят или базарный бизнес, да, это те, кто в городе держит торговлю, те, кто держит базары, или это представители строительного бизнеса. Это однозначно. Мы делали анализ тех партий, которые прошли, и тут была понятна технология. Ну, предположим, нужно 10 тысяч, да, 10 тысяч голосов. И вот смотришь, ударно, ударно, это в основном участки, которые в жилмассивах. И преимущественно вот на одном участке одна партия берет самое большое количество голосов. Да, это там 500 голосов, 600 голосов. То есть здесь уже технология понятна. Нет смысла рассредотачивать ресурс по всему городу. Вот вы берете вот этот участок, и вот эти участки вам дадут преимущественные голоса. То есть вы там основной ресурс туда кидаете, основные деньги туда, основной подкуп идет туда, и прям видно. И прям видно, у какой партии, где какой участок, где совершался этот подкуп. Поэтому и следующий выбор, вот к вашему вопросу о том, будут ли повторные выборы чистыми, да, это будет сразу же видно по списку. Сразу же будет видно по списку. Если в первой десятке будут представители олигархии, то это уже однозначно, что опять же будут использоваться эти грязные технологии подкупа. Еще один немаловажный фактор, я думаю, который сыграл очень большую роль в том, что выборы были признаны недействительными, это здесь нужно отдать должное, здесь нужно сказать, что не участвовали партии власти. То есть не было таких партий, которая была бы откровенно провластная, да. Ну в городе Ош, там говорили о партии Атаджур, ну это понятно, что кто стоит за этой партией, Атаджур Кыргызстан, да. Но вот такого откровенного ресурса, чтобы аппарат президента или сам президент, как вот в одно время Атамбаев, да, вот так вот тащил, как из ДПК тащили, тащил какую-то партию, такого не было. Но посмотрим, как это будет на этих выборах, если они, конечно, состоятся в те сроки, которые указаны в законе. Этот фактор того, что ЦИК смог быть независимым, вот он связан именно с тем, что не было таких откровенных участников, которых тащила власть. Медет, не секрет, что действительно политическая элита Кыргызстана по большей части состоит из олигархов, бизнесменов, а также иногда из представителей криминалитета. На ком ответственность вот в этой ситуации? Наверное, все начиналось с 90-х годов, когда закладывалась система, ну у нас сложилась хорошо, плюс нашей системы конкуренция. Но конкуренция во многом благодаря вот этим параметрам наличия денег и наличия ресурсов принуждения кого-то, в том числе и криминальными тоже способами. И вот эти качества, они, в принципе, за счет этой конкуренции выталкивали наверх в состав политэлиты тех, у кого деньги есть, у кого есть возможность сгруппировать свою, условно скажем так, банду и двигать вперед. И в этом отношении понятно, что вот эта практика, она из поколения в поколение. Вот сейчас мы имеем то, что имеем спустя вот эти 30 лет. Поэтому ответственность на многих, в том числе и на многих из нас, в том плане, что где-то, может быть, и несмотря на то, что гражданское общество тоже активно формировалось, но недосмотр за теми же сами депутатами. Мы очень активны в раме выборов. Потом, кто смотрит за депутатами в парламенте, кто смотрит за БГК. Многие даже не знают вообще, кто в БГК, как за ними смотреть. То есть вот эта практика того, что политика имеет значение, и за политэлиты нужно бдить и призывать их к ответственности, потому что сами не станут ответственными. Вот это у нас еще формируется, это нужно формировать за счет осознанного избирателя, за счет осознанных граждан. Поэтому эта ответственность, конечно, в первую очередь на власти, которая с 90-х годов формировала элиту вокруг себя таким образом, но в том числе на всех нас, гражданах. И Марлен, а сколько денег ваша партия потратила на предвыборный процесс? Как вы собирали эту сумму? И как отреагировали сторонники вашей партии на отмену результатов? Ведь они потратили деньги, время. Здесь как раз было сказано о донорстве. Я сразу открыто скажу, Николай Раджи, я вам тоже хочу сказать. Ни одного сумма от этих кандидатов я не брал. И в партию они не вкладывали. Взноса тоже не делали. Я в такую задачу не стоял. Я боялся. Они работали на своих участках? Да, они работали на своих участках. Они отвечали за свой участок. Ну ты и есть в том, что у нас в твоих вкладах. Они за свой участок сами отвечали. Я туда как бы тоже особо деньгами или другими ресурсами не вкладывался. Это технология, мы об этом и говорим. Другой вопрос. Есть люди, когда приходили золотые, то есть они предлагали определенные деньги, хотели становиться в первой десятке, при этом не работали, но за них другие работали, но они определенную сумму хотели дать. Такие тоже были моменты, но такие тоже мы не принимали. Я абсолютно был категоричен против этого. Я изначально всей команде говорил, что мы так не будем делать, и это не наша дорога. Да, есть возможность. Каждый кандидат, он должен сам себя финансировать, сам должен закрывать своих агитаторов по мере возможности. Но через фонд, как у нас, я не помню, сколько там у нас денег, около 7 миллионов, по-моему, суммов ушло по городу Бичкек. В целом по Кыргызстану не могу сказать, но сумма, которая ушла, мы делали так, что они закрывают свои же округа, делают смету, но через фонд они его проводят. Открыто скажу, надо в этом законодательно тоже изменить. Раз мы говорим о агитаторах, количестве агитаторов, раз мы говорим о их заработной плате, то мы должны, я вот хочу внести предложение, давайте это сделаем единой базой, когда каждая партия может туда уже включить своего агитатора, все пусть видят, кто этот агитатор, сколько он получает, открыто, сколько мы ему платим. Потому что и в этих выборах все равно не все партии все открыто показывали, какая-то часть все равно осталась закрыта. Реакция ваших сторонников? Реакция сторонников была, одна сторона, конечно, немножко опечалилась, до конца попыталась. Как это проявлялось? Ну, приходили, чтобы я подписал письмо в поддержку вот этих партий, которые как бы не прошли, и то, что отмена была. Я, в принципе, не подписал это письмо. Вначале письмо от партии понесли, но я это отозвал. Сказал, нет, мы так не пойдем, ребята, если вы хотите, то мы будем только участвовать на повторных выборах. А бороться и помогать этим партиям я не собираюсь и не буду. Это была моя железная принципиальная тактика, о которой я говорил. Была определенная часть, которая радовалась, которую мало получили, то есть голосов не могли никак попасть и стать депутатом. Эта часть, конечно, обрадовалась. Они сказали, в этот раз мы учли все свои ошибки, в этот раз мы покажем еще лучший результат. В принципе, я же говорю, для меня лично это немножко было больно со стороны финансов. Потому что все было на мне, на моих плечах, во многом, да, вот эти все агитационные, это все было на моих плечах. То есть вот эти все миллионы, в основном, это были ваши личные расходы? Да, мои были расходы, да. В основном были мои расходы. Ваши личные расходы, да. А они у вас в декларации где-то показывали? Да, они показывали, да. Медед, скажите, вот эта вот ситуация с отменой результатов выборов в три городские парламента, это будет какой-то мотивацией для партии, чтобы на предстоящих выборах все-таки была борьба, программ действительно, как это должно быть в идеале? Или мы еще далеки от этого? Мне кажется, до программ вряд ли мы скоро дойдем, потому что большинство партий проблемы с этими были, есть и будут. И вот эти уроки, они скажутся больше, может быть, на тактике проведения кампании, как такового, чем на контенте программ. То есть где-то кто-то будет стараться, конечно, нарушать, но так, чтобы тебя не поймали. Может быть, находить новые способы, завоевывать нового избирателя. Но вот, мне кажется, и партии тоже недооценивают многие избиратели, то есть считая, что контент, программа им не нужна. Поэтому просто пытаются какими-то броскими лозунгами, такими большими, часто пустыми обещаниями просто завлекать. Клара, действительно, за что голосует наш избиратель? За программу, за кандидатов, за деньги? Ну, избиратель же он не однороден, тоже нельзя сказать. Мы же все разные. Так и электорат. Есть определенная часть, и я могу уверенно сказать, что это наш электорат, электорат реформы, который очень интересен. И программа, и идеи, и когда мы о них рассказываем, когда мы их публикуем, идет очень активное обсуждение этих программ. Есть электораты, и, к сожалению, это, наверное, большинство, которые не верят. Я абсолютно не осуждаю и не хочу там клеить какое-то клеймо продажности, потому что это все наши люди, это все наш народ. И это, в принципе, и не их вина. Вот вы спрашивали же где-то, кто в этом виноват, кто должен нести ответственность. Политики, политики. Это все вытекает из вот этого безверия, даже не сказала, недоверия. Безверия люди не верят, не верят, и поэтому легко идут на подкуп. Но, к сожалению, их большинство. Каждое новое поколение – это новый народ. И мы его видим сейчас. К сожалению, он не активен, как электорат. Почему? Посмотрите статистику, каждый раз Центральная избирательная комиссия дает статистику. И у нас большая часть электората – это от 35 до 45 лет. Но очень много тех, кто от 18 до 29 лет, особенно в городе Бишкек. Их много, молодого поколения их много. Но неинтересно. Вот я вспоминаю свои молодые годы. Но неинтересно было мне ни политика, ни выборы, потому что у тебя уже другие приоритеты. Ну, как бы там молодость. Ты начинаешь задумываться о будущем, когда у тебя появляются дети. И вот тогда ты думаешь, а как же, в каком обществе будут жить мои дети. И тебя начинают эти вопросы интересовать. И мы должны ориентироваться именно на них. Мы должны ориентироваться на новый народ. Не народ, который вот уже он стареет, он уйдет с этой сцены. Марлен, вот вы же пойдете на следующие выборы, правильно? Партию «НТМАК». И, наверное, даже на парламентские вы стремитесь идти. Скажите, на что вы обратите внимание в предвыборной гонке? Вы будете обращать внимание больше, может быть, на программу, на список? Или что важнее всего? Смотрите, у нас, если честно признаться, это не так, как в Европе. В Европе смотрят на линии партии. То есть это какая партия? Это социализм, это либерализм. Это что? Люди, когда достаточно денег, хватает денег, то они выбирают партию социалистов, чтобы увеличить у себя пособие, пенсии и тому подобное. Когда не хватает денег, они выбирают другую сторону. То есть ими движет вот такая мысль. Нами, к сожалению, движет только определенная часть. Не скажите, что все, да, определенная часть есть. Это интеллигенция, которая как-то еще читает той программу, смотрит на той программу, что ты хочешь осуществить в целом, на это смотрит. Есть, к сожалению, определенная часть, и эта часть за 30 лет очень сильно увеличилась, которая смотрит только на однодневную прибыль. Это то, что получает определенные деньги, идут голосовать, им даже все равно какая-то партия. Главное получить и знать номер, куда проголосовать. Вот это, к сожалению, у нас за 30 лет увеличилось. Кстати, еще один момент я упустил. Это личности. На что тоже у нас очень сильно обращают внимание. Это однозначно. Личности партии больше не читают программу партии. А кто там есть? Гимбаракен, да, вот кто там в этой партии есть? И начинаем от этого родства, деления, регионализма. Это все у нас, к сожалению, присутствует. В этот раз я делал акцент на определенную часть, на электорат, который все-таки читает программу, хочет что-то изменить. Но и в основном я делал акцент на кандидатов, на личности. К сожалению, это все равно у нас присутствует. И в будущем я все равно это оставлю. На личности я тоже буду обращать внимание больше, чем на другое что-то. И, наверное, завершающий вопрос. Кейс, Медед, основные причины недовольства итогами этих местных выборов это подкуп голосов и применение админресурса. Что нужно сделать, чтобы в предстоящих перевыборах, а потом и в более масштабных парламентских, таких нарушений не было или было меньше? Ну да, показать не кейсы, показать, что можно попасться и понести наказание, хоть какая-то гарантия этого. Если будет, то это будет сдерживать кого-то. И опять повторю, что надо обращать внимание на то, как власть сама себя будет выстраивать свое отношение к выборам. Будет или не будет провластная партия, предположим, на парламентских выборах. И как различные, может быть, партии будут относиться друг к другу с точки зрения конкуренции. Потому что то, что произошло в связи с отменой, это в том числе результат, мы на этом не акцентируем, получили внимание, хорошей, здоровой конкуренции. Потому что партии тоже друг за другом смотрят. Вот этот момент стал только не так давно появляться. И вот это, то есть будут оставаться моменты на следующих выборах, в том числе, то это тоже будет сдерживающим фактором. Потому что сейчас, может быть, даже не только общественные наблюдатели, партии наблюдают друг за другом. И вот это тоже значимый элемент, который позволит хоть в какой-то мере сдерживать вот эти моменты, как админресурсы и подкуп. Спасибо, уважаемые гости, за активное участие в нашей беседе. А это была программа «Перекресток». Сегодня мы обсуждали отмену итогов выборов в городские Кенеши. В гостях у меня были политолог Медель Тюлигенов, лидер партии «Энтемак» Марлен Маматалиев, а также представитель партии «Реформа» Клара Соронкулова. В студии работала я, Джазгуль Гембердиева. До свидания.